вы видите друзья что даунтаун санта кросс это не просто так тут женщина нагадает вот такая красивая вы обмундировались тут можно и послушать очень хорошо а это они что-то изображают да что-то они такое тут вот и показывает правду о том как готовится мясо чтобы людям не хотелось кушать мясо ой какие шляпки какие шляпки гарик может быть тебе примерить какой-нибудь канутье после пивка любое канутье к лицу и тут много они из гостона написано что они путешествуют такой банк да да там бичевары и теперь сюда ну что друзья если вы не были никогда даунтаун санта кросс может быть вам уже захотелось вот такая улочка такая и с той стороны тоже довольно симпатично не только вот по той стороне улице где мы идем но здесь особенно кто в этом заключается в Америке что захочет так и сидит а что вот как и от сидит что вот так вот так да да так что горек нравится улочка миша да я даже считаю что здесь лучше кроме пива смотреть здесь лучше смотреть чем этих котиков которые безвыше там маршрута кричат непонятно какие смотри что ты не ну понятно котики тоже неплохо ну котики один раз тут посмотрел там посмотрел музыка пиво девушки смотри какие красивые девочки потрясающие потом фриков сколько да где такие увидишь в расписанных разрисованных да и народ такой расслабленный душевный это есть такое ощущение что накурились все а где музыка да кто источник вот это источник давай дадим ему доллар Гарик поставь 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 так давай мы вытащим доллар вытащи доллар нельзя мы вытаскиваем доллар так давай давай может по доллару а нет я буду снимать а ты просто просим так всем запитаны то устройство а а Аккупулятор, где у него? Атеисты не существуют, говорит этот проповедник. Кому он это говорит? Он говорит это одному мужику, который с ним разговаривает. Если бы этого мужика не было, я даже не знаю, к кому он обращался. У него в руке Библия, видимо, с закладками. Вот он про Библию рассуждает. А эти мужики сами, наверное, беседуют? Вряд ли они в какой-то ассоциации с этим человеком. Они без микрофона. Просто мило беседуют. Выпили пивка, а что не получается? Правильно? Слушай, а вот это что такое? Это экскурсионное бюро. То есть вот так приходишь, и тебя обслуживают. Понятно, понятно. Скверик. Вот такой человек, как по Европе ходит, правда? Так, в общем-то, напоминает чем-то. Чего? Вчера он зажгется, будет свет. Свет будет, да. Фонарик такие. Специфические. И еще одна будочка. Очень специфическая, честно. Ну, это кафе. Комфе Компрессино. Мексиканский фармхаус фуд. Вот так уж. Из мексиканских совхозов и колхозов, друзья. Да, места там немного. Как они вообще еду там держат, я не представляю. Ну, тут больше кафе, наверное. Да. Кинотеатр. Так, оп. Так, тут разный народ. С разными повестками дня. Так, на улице. Ну, вот это вот, знаешь, огороженное заборчиками. Так, часть улицы. Ну, Европа. Это очень мило. Очень. А поскольку здесь погода постоянно тепленькая. В общем, да. В общем-то, да. Сидеть на улице одного года. Там чего? Пицца My Heart. Неужели они пиццу просто вот так хотят? Там очередь стоит? Очередь стоит, да, существенно. Видимо, такая пицца, что хочется людям. Смотри, тоже пиво пьют, смотри. Не только вот там, где мы с тобой снимки делаем. Я никуда не делюсь. Друзья, наши женщины каким-то образом оторвались. Надо звонить? Да. Куда оторвались? Что это такое? Не знаю. Так. А, как это магазин они хотели? А, они хотели туда, где лампы. Вот туда они пошли, да. Да. Тут есть магазин с красивыми лампами. Они хотели туда пойти. Сейчас мы его найдем. А вот, а столблин. А вот, смотри, это мороз и тепло. Тепло. Адель, да? Да, что я? Боже. 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 Вон тот шумел, вон тот. Видели? Мама родная. Все, друзья. Мы отправляемся искать наших женщин, которые отправились смотреть красивые лампы. Вот я иду, эти, горят, вот этот газ, который в трубах горит. Он, на самом деле, теплый. Я на расстоянии метра очень хорошо чувствую. Да, да, да. Так, по-моему, вон там на углу. Магазин с лампами. Ну, и что же, суббота, правда? Вот была... Гарик, ты помнишь Мурку, которая была вот до этой эстрадной версии, которую сейчас поют там Маруся Климова, прости, любимая, вот когда Мурка была с Роминовичем? Ну, помню. Вот это вот. Ну, мы просто к теме. К тебе, в общем-то. Раз пошли на дело... Выпейте захотел. Нет, нет, нет. Я и Робинович. Робинович выпить захотел. Это про тебя. Как же... Отчего не выпить бедному еврею, если у него нет срочных дел. Вот, понимаешь, вот это вот место, где собрались бедные, небедные евреи, христиане. Вы сказали, жизнерадостные. Атеисты. Вот. Все собрались. Ну, что, отдохнуть-то, да? И если у тебя нет срочных дел, почему... А у нас срочных дел. ...не выпить безглютенового пива. Это же, понимаешь... Ё-моё, друзья, кто может отказаться от безглютенового пива? На какой диете нужно быть, чтобы отказаться от безглютенового пива? Безглютенового пива. Вот тут наши женщины. Здесь мы их найдем. Вот она красота, друзья. Мобильный танк. Вон, свитер. Где она? Видим? Точно. Мы видим женщин наших. Тут такой магазин со светильниками. Света очень любит этот магазин. Бабочки. А ты играть будешь? Мамочка, что это такой магазин? О, вот я очень люблю играть на таких мисках. Ну ладно, сейчас мы к Свете сначала. Так. Светочка. Давай. Знаешь, Влада, я тебя не знал, когда тебе было 5 лет, но я, в общем-то, сейчас вот начинаю вот как-то чувствовать эту энергетику. Слушай, Света, какие потрясающие тут ламповские кристаллы. А вот эти соляные, Света, чтобы нагреться, потому что они греться от них. Ну вот они тут. А лампы какие-нибудь такой-то, смотрите, прямо. Сейчас, сейчас, сейчас. Да. Это не розовый кварц, как может показаться. Это гималайская соль. И там уже в ней лампочка. Что, Света? Ну, с тобой-то эти лампы. Ой. Да. Красота. Это ручная работа, и это шоу. Идет, Светик, ты меня поснимаешь, я подудю на мисках. Ну вот, идем. Я сейчас тоже, друзья, вспомню себя в детстве. Такой мистический магазинчик. Мы его очень любим, мы каждый раз сюда с гостями приходим и всех приводим. Старый господин Непалец. Пожилой. Пожилой господин Непалец. Банак. По-моему, нужно сначала ударить, а потом вот звук этот размазать. По-моему, так надо. Конечно, если ты не ударишь, так откуда звук, да? Да. Надо сначала ударить. Нет, нет, надо ударить сначала, ударить, а потом не будет самого удаления. Ой, по-моему, они, подожди, уже звонят. По-стой. О. Миш, уже звонят. Давай. Вот так, друзья, пока мы тут занимались всякими музыкальными извращениями, к нам пришли гости на дачу, и мы сейчас срочно снимаемся и едем их встречать. В смысле, откроем им дверь. Хотя замок у нас такой, знаете, кодовый, мы можем сказать, как туда зайти, чтобы они не стояли на улице, пока мы подойдем. Так, все, вперед. Вот эта девушка очень хорошо танцевала, вот этот экстатик, дэнс. Вот они только что закончили плясать, и мы, как бы, присутствуем при том, что они расходятся. Вообще, это какая-то вихляющая походка. Гарик, как ты сказать? Человек может так, с нормальной осанкой, так вихляться? Ну, користь пила. А-а-а. Если ты столько выберешь, сколько она, ты и так будешь вихлять. Ну, вот когда они плясали, не пахло марихуаной, а когда стали расходиться, запахло. Как интересная особенность. Казалось бы, наоборот должно быть, правда? А вот смотрите, друзья, какое здание у нас. Я ничего, кроме... 1894 год. Я думаю, что даже самые матерые зрители нашего канала не помнят эти времена. А? Гарик, вот мы с тобой не помним... Ну, я немножко гортестковый. Ты немножко застал еще, да? Снова девушка. Знаешь, у нее какая-то татуировка на плечах. Она на плечах у нее татуировка, а я не могу прочесть, что написано. Я могу остановить ее и спросить. Ну, я думаю, она совершенно спокойно могла бы снять и показать. Но просто внимание дорого. Ну, мы спешим. Нас ждет друг с женой. И у них и еда с собой. Горячая. Горячая. Горячая.